обнаружил здесь склад непонятный склад с продуктами скорее всего это гуманитарная помощь мне кажется украденная в таджикистане не только пропадают люди но и огромные материальные средства досмотрите это видео до конца и мы вместе с вами попробуем разобраться куда же пропадает просто огромное количество гуманитарной помощи которая так и не доходит до граждан подписывайтесь на наше обновление чтобы всегда оставаться в курсе событий вы выслать мне наряд для того чтобы место преступления это исследовали все это изъяли и на ответственное хранение передали в структуры полицейских за последние 11 месяцев таджикистан получил гуманитарную помощь на сумму более 41 миллиона долларов большая часть которой была отправлена в период пандемии коронавируса замминистра экономического развития в торговле республики таджикистан ашур бойс алихзода сообщил в письменном ответе что помощь состояла из предметов медицинского назначения муки масла строительных материалов и машин скорой помощи и по его словам была доставлена по назначению то есть нуждающимся и в больницах между тем несколько случайных прохожих рассказали что они не получали никакой гуманитарной помощи несмотря на то что оказались затруднительном положении из-за пандемии коронавируса правда трое из десяти прохожих подтвердили что получили от властей единовременную помощь размере 400 сам они гуманитарная помощь была отправлена правительствами россии кипра турции франции великобритании китая узбекистана дании и южной кореи это же подтвердил и ашур бойс алихзода кроме того несколько стран и международных организаций оказали таджикистану также и финансовую помощь в борьбе с к вид 19 частности международный валютный фонд предоставил почти 190 миллионов долларов а всемирный банк 11 и 3 миллиона долларов об этом мы уже рассказывали в прошлых выпусках и пытались обсудить эту ситуацию а теперь же посмотрим что на самом деле происходит в таджикистане жительница файзапского района негина назарова сказала что период пандемии она обратилась к местным властям за помощью но те отказали ей в просьбе медпункте нам раздали антисептические средства а муку и масло мне не выделили говорит она другой собеседник сказал что приехал в столицу из отдаленного мургабского района и снимает квартиру он имеет инвалидность и считается малоимущим в июне я получил помощь от исламистского центра мне привезли муку другие продукты питания но от хокумата я не получил ничего в общем здесь находиться это не должно должно находиться в соцзащите как минимум или в администрации что это здесь делать непонятно скорее всего было кем-то из сотрудников администрации украли как-то пришла медсестра с поликлиники записала мое имя и состав семьи я подумал что мне предоставят помощь но увы сказал он как вы относитесь к тому что гуманитарная помощь проходит просто мимо народа и напишите также на пожалуйста в комментарии а получали ли вы ее чтобы мы поняли реальную картину в стране об этом всем напишите нам пожалуйста в комментарии связи с распространением к вид 19 правительство таджикистана призвало международные финансовые институты помочь стране в борьбе с коронавирусом самом таджикистане жители также призвали внести свой вклад в борьбу с коронавирусом и скинуть деньги на специальный расчетный счет в обществе до сих пор существуют сомнения по поводу прозрачности и справедливого распределения гуманитарной помощи также бытует пока что только байки рассказы о том что это гуманитарная помощь продается другим странам а деньги просто кладутся кому-то в карман но это не подтвержденные данные летом медики заявили что вынуждены покупать защитные костюмы и антисептики за свой счет несмотря на поступление гуманитарной помощи власти неоднократно отрицали обвинение в присвоении гуманитарки сегодня руководство больницы заявляют что были обеспечены защитными средствами и медикаментами за счет поступившей помощи также они считают весомый вклад населения поспешившего за свой счет помочь тем кто был на передовой борьбе с коронавирусом критика процесса распределения гуманитарной помощи усилилась после того как помощь с логотипом правительства китая была замечена среди лекарств и предметов медицинского назначения распределяемых от имени компании авеста групп некоторые критики заявили что чиновники и близкие к ним компании распределяли зарубежную помощь от своего имени после волны критики по поводу распределения международной помощи в конце мая президент таджикистана призвал республиканский комитет по борьбе с ковид-19 и агентство по борьбе с коррупцией внимательно контролировать данный процесс но на самом деле действительно эту гумопомощь получали люди но их получали такие единицы эту помощь не сравнить с теми суммами которые поступили в таджикистан за это время как вы считаете куда они могли деться напишите нам пожалуйста комментарии у нас на этом пока все будем дальше разбираться в этой истории и обязательно вам все расскажем до скорой встречи